Владимир Ильич, может быть, сыграем партию в шахматы? Давайте-ка лучше прогуляемся. Я прочитал вашу книгу. Язык легкий, свободный. Свободный? А ведь я писал ее в тюрьме. Ну что ж, иногда в тюрьме неплохо думается. Тихо там. Вот и Горький в Трубецком бастионе «Дети солнца» написал. Может быть, так и должно. Тюрьма чеканит наши убеждения. Может быть. Но с вами этого не случилось. Именно эта ваша книга окончательно убедила меня, вы идете неверным путем, не марксистским. Очень жаль. Откровенно говоря, вашего слова я особенно ожидал. Вы понимаете, я не согласен с вашей критикой в моих прежних философских работах. И вот сейчас, там, в камере, я часто спорил с вами, убеждал, доказывал. Собственно, так рождался замысел моей новой книги. Вы спорите не только со мной. Хотя вы нигде об этом не говорите прямо. Давайте-ка на чистоту, товарищ Константин. Вы считаете себя марксистом в философии? Странный вопрос. Почему? Ведь в своей книге вы отвергаете материализм? Не материализм я отвергаю, а его узость, односторонность. Физики доказали, что масса электрона может оказаться равной нулю. Мы цепляемся за материю, а в руках у нас пустота. Нуль, ничто. Материя исчезла. Да не материя исчезла, а исчез предел наших представлений о ней. Ну, а как, к примеру, прикажете понимать такой ваш тезис? Природа есть производная от комплекса... Это невозможная неточная формулировка, не в ней дело. Отчего же? Свою мысль вы выразили весьма точно. Если природа есть производная, то значит, существует нечто вне природы, и при том производящая природу. По-русски это называется богом. Напрасно вы обвиняете меня в идеализме. Я стремлюсь философию поднять на новую ступень. Попросту я только ищу философии. Не вы ищете, вас ищут. И, кажется, скоро найдут. Ваша философия открывает в марксизм лазейку поповщине и мракобесию. Это ли не находка для реакции? Я поражен. Как вы из моей книги могли сделать столь странные выводы? А выводы напрашиваются сами собой. И стоит ли тогда бороться, совершать революции? Ведь ничего нет. Ни этого неба, ни земли, ни нас с вами. И пули тоже нет. Какой пули? Которая убит Александров. Она материальная, из свинца. А казни, расстрелы, погромы? Уж не играли это нашего воображения. Зачем вы об этом? А затем, чтобы вы поняли, куда ведет ваша ревизия философии марксизма? Вот об этом вам и пишу. Здесь попадаются крепкие выражения. Вы не обижайтесь. Я ведь пишу лично вам. Нет-нет, почему же? Может быть, вы считаете нужным опубликовать? Может, и нужно бы. Но хватит об этом. Я пишу вам и точка. Постарайтесь не обижаться, а понять. Постарайтесь не обижаться.